Всем привет! Вы смотрите ежедневную передачу «Новый день» на телеканале Актис. Сегодня на календаре 353 день. Ну а так как Ваня у нас математик, он сейчас вам и скажет, какое это число и какой месяц. Очень хорошо, что мы начинаем нашу программу «Шутки». Кстати, Женя, КВНщик, он не может ни дня без шутки привести эту программу. Я не шути, я думал, Ваня реально подсчитает. Всем здравствуйте, в общем-то говоря. В студии для вас сегодня работает Евгений Зимник, Иван Камельков. И вот я не буду сегодня высчитывать и пользоваться своими умственными возможностями и говорить, какой сегодня день. Сами решайте, отсчитывайте там. Ребята, все проще, посмотрите в угол экрана, там написано. Вот так вот. Ну зачем же ты сразу раскрываешься тайной? Но дело в том, что на самом деле наши зрители знают, какой сегодня день. Потому что сегодня среда, это долгожданная передача. Потому что каждую среду к нам приходят милейшие животные с их хозяевами. И сегодня не будет исключением. Сегодня также к нам придет... Милейшее существо, четвероногий друг. И... Я сейчас думал, ты про хозяина. Нет, да. Нет, да. Давай пока не будем раскрывать интригу. Кто же у нас будет, об этом узнаем совсем скоро. Также, друзья, каждую среду в рубрике «Живая среда» мы будем показывать фотографии четвероногих бездомышей, которым нужен кровь и ваша заботливая теплота, доброта. А программу мы сегодня решили посвятить, чему вы думаете, фильму «Титаник». Дело в том, что сегодня празднуется полное совершеннолетие фильма «Титаник». Он вышел 19 декабря 1997 года. Сегодня ему 27 год. И «Титаник» может покупать в магазине теперь все, что захочет. Вань, если про «Титаник» мы разговариваем, какой тебе сразу песня? Какая песня вспоминается? «Селендион», вот это в конце. Где они стоят на корабле и... Нет, не надо слов. Не надо паники. Это мой последний день на «Титанике». Кстати, мы сегодня не просто будем говорить о фильме, но и вспомним о том, какая популярность повальная мода была на футболке. Игральные карты с фотографиями главных героев. А еще мы сегодня с Женей... У тебя была такая футболка? Нет, футболки нет, плакат. Плакат героини самой главной, да. Ну, конечно, не старой, не старушки, которая в конце там уже... А другой, помоложе немного. Декаприо. В общем, сегодня поностальгируем Жене. А прямо сейчас мы встречаем Нику Кондратьеву и ее рубрика «Ной денек». Вы знаете, что каждую среду она задает вопрос, дает ответ на предыдущий. И прямо сейчас мы узнаем, что же интересного происходит в ее игре «Я знаю Ангарск». Всем привет! Снова среда, снова я и снова наша игра «Я знаю Ангарск». Кроме всего перечисленного, сегодня еще куча других событий. Например, день рождения линолеума, международный день помощи бедным. В США сегодня отмечают день овсяных маффинов. Это такие кексики. Нагуа отмечают день освобождения. А в нашей России-матушке еще отмечается день скрещивания пальцев на удачу. Было бы побольше эфирного времени, я бы рассказала вам историю и суть этого жеста. Пожалуй, если будет желание время, вы всегда сможете сами обратиться в поисковую систему с любым вопросом, кроме тех, что я задаю в игре «Я знаю Ангарск». Самое время вспомнить, о чем я спрашивала на той неделе. На Социалистической улице было перекрыто движение транспорта, чтобы участок дороги от ресторана «Баргузин» до ДК «Современник» сделать прообразом московского Арбата. А вопрос звучал так. Почему? Правда, почему машины ездили по перекрытой дороге? В какой момент движение транспорта стало важнее? Что ж, давайте взглянем на варианты ответов, которые писали наши телезрители в социальных сетях. Вариант первый. Не было возможности подъезжать к магазинам, чтобы выгружать товар. Вариант второй. Скорее всего, на этой улице отмечали какой-то праздник, вот и перекрыли дорогу. А когда он закончился, движение возобновили. Варианты логичные, но нет и близко нет. Зачитаю строки из той самой статьи, в которой есть ответ на этот вопрос. С наступлением периода гололеда наши длинномерные автобусы не могут вписаться в поворот на углу между кварталом А и 192. Таким образом, автобусы и прочий транспорт возобновили движение. Ответил кто-нибудь верно? Не совсем в таком ключе, но все же ответ про общественный транспорт есть. Ближе всех к правильному ответу оказалась Екатерина Попова. Вот если бы не Новый год, не отдала бы подарок. Да ладно, шучу. Екатерина, скорее к нам в студию за своим сертификатом от кофе-студии ВИВИ. Вот вам новый вопросик. Однажды в наш город приехали итальянцы, чтобы посетить озеро Байкал. В одном из домов культуры Ангарска выбрали артиста, чтобы тот развлекал гостей во время их визита в область. Вопрос, что делал артист? Вот такой маленький вопросик. Надеюсь, вы помните, что нужно делать, чтобы ответить на вопрос. Да-да, все правильно. Поставить хэштег и предложить свой вариант. Результаты ждите 26 декабря. А тому, кто быстрее всех ответит правильно на мой сегодняшний вопрос, подарю презент от спонсора недели – кофе-студии ВИВИ. Всем удачи, увидимся завтра. Сегодня мы говорим про «Титаник» и хотим начать с того, что расскажем несколько интересных фактов. Ну вот, допустим, на роль главного героя Джека Доусона пробовались такие актеры, как Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Макалей Калкин и Мэтью МакКонахи. С последним в Кейт Уинстоне даже проходила пробы. Но роль досталась молодому и тогда еще неизвестному актеру Леонардо Ди Каприо, которому отныне было суждено стать кумиром миллионов женщин, девушек, собственно говоря. Да и не только тех, кто помоложе, а тех, кто еще постарше. Как вот ты, Ваня, с легкой ухмылкой рассказал про женщин постарше. Кстати, и Уинслит роль досталась не так легко. Только послушайте список претенденток на эту роль. Шерон Стоун, Мадонна, Николь Кидман, Гвиннад Пэлтроу, Вайнона Райдер, Ума Турман. И она всех победила. Она поговорит, что даже добыла телефон режиссера, звонила ему и говорила, что это я, ваша Роза, намекая на то, что именно она подходит на роль главной героини. Ну вот правда сейчас она это отрицает, но признается в том, что отправляла Кэмерону розы с запиской от твоей розы. Кстати, говорю, молодец, да пробивная вещь. Я также устраивался на Актис, я отправлял Яне Поповой розы и говорил, что это я, ваш будущий Камельков. Не, на самом деле очень хорошо, что она так делала, да, действительно пробивала сама себе дорогу, сама себя, как говорится, привела в кинематограф. На то время и было всего 22 года, представляешь? Здорово. Еще несколько фактов о фильме Титаник. Допустим, фильм Титаник стоил больше, чем сам корабль Титаник. Картина обошлась создателям в 200 миллионов долларов, а строительство корабля стоило 7,5 миллионов. Но если на нынешние деньги перевести, это 150 миллионов долларов. По сценарию, Роза должна была кольнуть своего жениха шпилькой, но Кейт Уинслет решила, что гораздо веселее будет плюнуть ему в лицо. Вот так вот и поступили. Если вы забыли вот этот кадр из фильма, то прямо сейчас мы вам его покажем. Ваня, жени, поворачивайся. Если вот взять все сцены из фильма, которые не относятся к крушению Титаника и вырезать их, то сам фильм будет длиться 2 часа 40 минут. Именно столько потребовалось лайнеру, чтобы пойти ко дну. Кстати говоря, главный режиссер Кэмерон не хотел использовать ни одну песню в своем фильме. Но композитор Джеймс Хорнер в тайне записал песню Селин Дион и только потом передал кассету режиссеру. У певицы, кстати, были сомнения, что по поводу композиции песня ей не очень-то нравилась, но когда она прочитала сценарий, то поменяла свое мнение. И сейчас это всеми известный, всеми хит на века. И главное, он сразу отождествляется с этой картиной, и тебе хочется так встать. Да, ты уже знаешь. Кэмерон, между прочим, тоже не просто, вот он был режиссером, он решил полностью погрузиться в этот фильм и даже совершил 12 погружений на дно океана при помощи батискафа. Чтобы своими глазами увидеть затонувший корабль, тогда режиссер понял, что он не может схалтурить ни капли и обязан своим фильмам отдать дань уважения всем погибшим. Женя, помнишь фразу Ди Каприо, когда он стоял на палубе и кричал «Я король мира!» Кстати, это была единственная импровизация во всем фильме. Я еще помню. Которую он себе позволил. Которую он себе позволил, да. Кстати, картина стала рекордсменом сразу в нескольких различных областях, в числе которых установлен рекорд длительности проката. Представляешь, Титаник еще шел в кинотеатрах, а создатели уже успели выпустить многомиллионный тираж кассет. Да, это, конечно, достойно. А когда мы видим Роу в старости, ее показывают с собакой. Это собака породы Померанский шпиц. Это было сделано неспроста. Дело в том, что после крушения выжили три собаки и две из них. Как раз-таки были породы Померанский шпиц и одна из них Пекинес. Кстати, даже были отсняты в фильме сцены, где животные пытаются спасти, но вот на финальном монтаже режиссер решил, что это очень жестоко. И эти сцены из фильма убрал. А вот во время производства фильм еще назывался «Планета льда». Сделано это было в том числе из-за конспирации во время съемок, чтобы другие конкуренты киностудии, которые также могли, собственно говоря, в это время снимать фильмы про Титаник, не увидели процесс производства этого замечательного фильма. Бюджет фильма, который составил в итоге 200 миллионов долларов, превысился в два раза изначально тот, который предполагалось выделить на данный кинофильм. В связи с чем? Компании 20-й век Fox пришлось обратиться к своим конкурентам, чтобы совместно выпустить, чтобы они помогли, так сказать, финансово. И компания Paramount Pictures являлась создателем, со-создателем данного кинофильма. Были большие подозрения, что фильм не окупится, но вы уже слышали, что 200 с лишним дней он был в прокате и окупился с хлифвой. А вот, кстати, еще один очень интересный факт. Платье Кейт Уинсли шилось с учетом того, что оно должно было хорошо выглядеть как в сухом варианте, так и в мокром варианте. Вот, кстати говоря, о сборах в кинотеатре. И Титаник долгое время лидировал и был лидером по сборам до того момента, пока не вышел «Аватар». То есть это более 10 лет. И еще один интересный факт, что некоторые моменты в фильме основаны на реальных событиях. Так скажем, вот сцена, где папа сажает в лодку двух дочек и говорит, что это всего лишь на некоторое время, она основана на самом деле на воспоминаниях вот этих девочек, когда они уже выросли. А вот с другой точки зрения Кэмерон, кстати, хотел, чтобы его персонажи были совершенно выдуманными. Но однако, когда он закончил сценарий, он узнал, что на корабле был человек-пассажир по имени Джек Доусон. Кстати, последняя выжившая пассажирка «Титаника» Милвин-1, путешествовавшая на борту лайнера в возрасте от 9 недель от роду, скончалась 31 мая 2009 года в возрасте 97 лет. Враг женщины был развеян над морем причала в порту Саутгемптона, откуда «Титаник» в 1912 году отправился в свое последнее плавание. Но какой главный вопрос всегда возникает после просмотра фильма «Титаник»? Вот ты смотришь на ту дверь, на которой спасается Роуз, главная героиня, и Джек на эту дверь не пытается даже залезть, хотя кажется, что там невероятно много места. Мы вот с Ваней даже тоже дискутировали и спорили, и решили провести эксперимент. Сможем ли мы, два бравых мужичка, поместиться на дверь и спастись? Топить студию будем? Прямо сейчас, да. Для этого эксперимента топить точно будем. Джек. Роуз. Если ты за бриллиантом, то а-а-а, имей в виду... Нам хватит места для двоих. Роуз. Не факт. Места может быть и хватит, но наш плод стеклянный. И если наш плод разобьется, то мы как минимум с тобой будем должны 18 600 за этот стеклянный плод. А если ты хочешь залезть сюда, то для начала ты должен пообещать, что мы заключим с тобой брачный договор. Какой брачный договор? Ипотеку на тебя оформляем. Но в собственности на двоих. Я вот с женой так договаривался, прежде чем залез на ее плод. Итак, Джек, ты там как? Ты там жилет привязал? Я в ледяной воде жилет привязал. Я чувствую, что я уже поближаюсь. Ой, ты в ледяной воде? Добавь мне льда. Я хочу лимонад со льдом. Вон, видишь айсберг? Сплавай к нему. Все для тебя. Роуз. Давай попробуем лечь. Вот реально, споместились бы мы на столике вдвоем? Нет, не в надо слов. Не надо паники. Это мой последний день в нашей программе. мы решили что спастись можно было но во всяком случае взобраться на эту дверь можно было а тому же делать техники могли согреваться могли согреваться до война мне кажется эксперимент можно назвать удавшимся хотя я впервые спасался с мужчиной на столе вот но а что сам говорит джеймс вот про все эти спор о том что герои должны были выжить он говорит что по сценарию было написано что на 147 странице джек умирает и без этого фильм бы не получился гибель главного героя она основная мысль данного кинофильма я хотел бы еще раз процитировать слова кэмерона давайте еще раз проговорим объясняет кэмерон вы джек плаваете в ледяной воде у вас начинается гипотермия а теперь снимите ваш спасательный жилет снимите жилет с нее нырните под доску закрепите жилеты под ней так чтобы их не унесло через две минуты то есть вы под водой привязывайте эти штуки при температуре минус 2 это займет у вас 5-10 минут то есть когда бы вы нырните вы по сути уже труп так что это не сработает да лучшее что он мог придумать на этот момент в той ситуации держать верхнюю часть тела над водой как это было показано фильме да что и ждать пока его подберет спасательная лодка шлюп мне кажется вот сейчас все захотели пересмотреть хотя бы вот этот отрывок чтобы свое мнение у них сложилось друзья смотрите титаник это культовый фильм который можно смотреть и 12 и даже три раза я смотрел три раза а и кстати вань вот еще дань уважения кэмерону что он взял не просто какой-то обломок он взял точную копию обломка двери вот на которой спасалась до роуз и эта копия находится в музее в городе гелифакси магазин зоу квартал все для хорошего питания и настроения вашего питомца огромный выбор кормов премиум и супер премиум класса одежда уютные домики когтеточки игрушки поводки лежаки а также грумерский салон приходите будем вам рады 206 квартал дом 3 зоу квартал друзья мы вам обещали что у нас появится классный домашний питомец его хозяйка и они появились в студии ирина владимировна сыденко и питомниц индиго сегодня у нас здесь ирина владимировна расскажи немножко пожалуйста сначала о самом питомце индиго а потом уже перейдем к этой классной кошечке а здравствуйте в своем питомнике индиго я занимаюсь разведением вот этой замечательной породы бенгальские кошки данный котенок довольно редкого окраса это снежный бенгал то есть это это ребенок и опять месяца всего она еще маленькая но уже довольно внушительного размера у нее я посмотрю раскрас прям как у леопарда эта порода еще называется как бы в миру домашними леопардами они бывают нескольких окрасов то есть вот это снежный бенгал есть еще золотые бенгалы есть угли есть голубые варианты вот этот ребенок они отличаются дружелюбным отношением к людям то есть они идут за хозяином им не важно где важно чтобы с хозяин поэтому и характер сравнивается ну сравнивают некоторые с собачьим это редкие это достаточно редкая порода и вот это достаточно редкий окрас этой породы потому что золотых их очень много а снежков их мало как зовут ее зовут мадонна мадонна а мадонна большая вырастет ну да будет приличная девочка и сейчас 5 месяцев то есть она еще подрастет в длину она раздаться будет килограмм 5 мощного нас 9 килограмм очень крупный папа а вот если мы про характер и разговаривали она уживается собаками такой уживается да это им нужна компания а кто вас еще в питомнике у меня еще британцы есть еще есть у меня два сфинкса но они я их не развожу это просто моя любовь это моя любовь а скажите а вот если сейчас кто-то из наших зрителей захотел такую же породу вообще дорогого удовольствия ну по-разному смотря для каких целей если если хотят ребенка под кастрацию то есть на подушку как домашнего любимца то это недорого будет если разведение то там цена выше а сложно ли ухаживать нет главное чтобы было мяско и чтобы был горшок все же не мяско это мясо эти чтобы вырос хорошие сырое только сырое это порода чтобы они выросли приличного размера и чтобы шерсть была приличного качества им нужно сырое мясо вы наверное знаете какие-нибудь интересные лайфхаки премудрости фишки для начала понимать что это не игрушка и что это живое существо и понимать что человек кошку воспитать не может с кошкой можно договориться то есть надо четко понимать ее потребности и ну и соответствовать и вот вы должны быть главной кошкой в доме то есть когда у них разрушает не получается не ну все приходит там было бы у вас 13 жен я думаю научились бы если вот допустим бывает кошка начинает метить ну вот эти вот борьба с горшками то есть тут бесполезно и и бывает многие начинают воспитывать лупить бесполезно нужно выяснить почему кошка это делает то есть либо кошка стрессует у кошек существует три уровня стресса первый уровень когда кошка вам гадит на пол но где попала второй уровень это когда ну то есть она недовольна если кошка нагадила вам в постель значит ей страшно но это в больше более высокий уровень стресса если кошка нагадила вам на шкаф то это уже истерика. Это у кошки истерика прямо со всей силы. Я вот слышал, что когда правильно ухаживаешь за кошкой, сильно-то от шерсти не мучаешься. Да. Первый признак правильного кормления у любой породы кошек, это правильное кормление. Если посыпалась шерсть, значит что-то не в порядке со здоровьем. Ну, в большинстве случаев с кормлением. Я вот даже сейчас смотрю, что вы их гладите уже 10 минут, и шерсти такого нет. А у бенгалов у них шерсть своеобразная, то есть у них очень мало подпуше, и у них остевого волоса много. Эта порода в принципе малолиняющая. Она практически не линяет. Не могу придумать, как убедить супругу завести кошку. Она мне приводит миллион аргументов, всех каких-то несостоятельных, что ребенку мало аллергии и прочее. Ребенку, да глупость полная, но если аллергию определить, ну если ребенок у вас не аллергик, то ничего страшного. Потом по поводу аллергии, то есть вам нужно приехать, выбрать породу во-первых, какую вы хотите, чего вы хотите. Я хочу вот такую леопарда. Вот такую леопарду хотите. Как вы сказали под подушку? Просто приехать, чтобы ребенок пообщался, или с заводчиком обсудить, что в случае аллергии в течение суток любая аллергия вылезет. То есть у меня были такие случаи, когда покупатель приезжал, говорит, очень хочу породу, но вот возможно аллергия. Потому что аллергия бывает двух видов. Бывает аллергия именно на шерсть, а бывает аллергия на белок. То есть это разные вещи. И бывает, на одну кошку есть аллергия, на другую нет. Это индивидуально очень. И нужно просто... Вот они, видите, какие любопытные. То есть она не боится. Она находится сейчас в чужом совершенно месте. Мне кажется, что сейчас у нас в студии. У нас раньше была главная кошка Яна Попова, а теперь главная кошка Мадонна. Мы все клевы. Ей надо все знать. Хочу все знать. То есть она будет у вас все время под руками. Будет все воровать. Ой, что потащила. То есть это будет. Дети их очень любят. На самом деле хорошо, когда кошка живая. Она все ей нужна. Ну, это зависит от темперамента хозяева. Кому-то, допустим, нужна вот такая вот кошка живая. Кому-то достаточно британца, который будет возлежать и смотреть за происходящим. Кому-то мне, допустим, очень нравятся сфинксы. Потому что это кошка-обнимашка. Сфинксы всегда на руках. Если ты сел, сфинкс будет сидеть на тебе. Бенгал это нет. Она придет, погладится, расскажет, если тебя долго не было. Приезжаешь домой, они тебе все высказывают. Кто-то есть на самом деле. Потом все погладились, все своим делами занимаются. Спасибо огромное. Было очень интересно. Очень классные вы. Спасибо. Спасибо вам. На конечную остановку в четвертом поселке прибился кобель немецкой овчарки. Пес возрастной, крупный, спокойный, не совсем худой. Возможно, жил в будке. На нем широкий брезентовый ошейник. У собаки слабые задние лапы и проблема со зрением. Хозяин, отзовись. Телефон 8-902-7-66-39-12. Молодой котик, 2-3 года, ищет дом. 25 ноября он был найден замерзшим и страшно голодным в 34 микрорайоне возле магазина «Пять звезд». Очень ласковый, умный мурлык. Кладкуй приучен. Ищем прежних или новых хозяев этому серому красавцу. Пристраиваем ответственным людям. Будем очень рады иногда наблюдать его счастливую мордочку на фото. Ну а теперь еще один приятный момент. Новогодние подарки от сети «Серсенбаев». С 26 ноября по 22 декабря соверши покупку на сумму от 1000 рублей и получи шанс выиграть один из 10 наборов продуктов к новогоднему столу на сумму 10 тысяч рублей и другие ценные подарки. Акция продлится до 22 декабря. Розыгрыш состоится в программе «Новый день» на телеканале «Актиз». Подробности уточняйте в магазинах сети или на страничке в Instagram «Серсенбаев38». И хочется напомнить об еще одном нашем проекте. Это уже благотворительный проект, который называется «Поделись теплом». На этой неделе мы вместе с вами помогаем благотворительному фонду семьи и детям. Все подробности на нашем сайте и в социальных сетях. А спонсор недели фирма «Лактовид» и благотворительный фонд «Красноштанова». Заверши уходящий год, сделав добро. Прими участие в благотворительной акции «Поделись теплом». С 3 декабря на телеканале «Актиз» в программе «Новый день» мы покажем и расскажем о том, как работают общественные организации «Ангарска». Милосердие, импульс, семьи детям, право на жизнь, как спасают и помогают выжить. Давайте мы объединим наши усилия, поможем тем, кто беспомощен и незащищен. Присоединяйся, поделись теплом. Подробности участия на сайте actistv.ru Спонсоры проекта – благотворительный фонд «Красноштанова» и фирма «Лактовид». А мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Новый день» нашей традиционной рубрикой «Акцентология». Да, у нас передача-то консервативная, и поэтому акцентология традиционная, как всегда, вот в завершении. А сегодня какие у нас выражения? И вот в этом стиле, который сказал Женя, мы разбираем сегодня фразеологизмы и устойчивые словосочетания. Первое словосочетание – это «Ни пуха, ни пера, Женя, давай действуй». Друзья, самое главное запомнить, что если вы пишете «Ни пуха, ни пера», то запятой там не нужно ставить, если это у вас фразеологизм или устойчивое выражение. Нужно ставить запятую только в формате, если вы перечисляете. Ну, к примеру, в набивке подушки не осталось ни пуха, ни пера. Тогда можно поставить, в остальных случаях не ставим. Следующее не менее интересное словосочетание фразеологизм – «Скрепя сердце, меня отпустили». «Мэ» нет, нет «Мэ». Где? Вот «Скрепя сердце», я всегда говорил «Скрепя сердцем». «Скрепя сердцем», да, и ты был неправ, потому что «М» здесь не нужна, друзья. Кстати говоря, есть еще одно выражение – «Скрепя сердцем». Нет, так никто не говорит. Так никто не говорит, но это определенные шумы в сердце наверняка, да? Но, друзья, запомнить нужно, что не «Скрепя», а «Скрепя сердцем» – это означает, что что-то делать, да, вы взяли себя в кулак и свершили это, невзирая на свои какие-то препятствия, как говорится, «Скрепя сердцем». Я бы тебе «Оскар» сейчас отдал, вот как ты прямо эмоционально это показал. Все, «Скрепя сердцем», запомните. Никаких запятых, никаких там других букв, которые Женя нам говорил. А, да, и еще одно выражение – «Никто иной, как брат». Ну, к примеру, «Никто иной, как брат». Я раньше думал, что «Никто иной». Да, здесь стоит заметить, что в местоименных сочетаниях «Никто иной» и «Ничто иное», как выражающее противопоставление, не является отрицательной частицей и пишется раздельно. Здесь вот для примера можете запомнить. Разрешение может дать «Никто иной», как руководитель, учреждение, либо горение – это «Ничто иное», как соединение данного вещества с кислородом воздуха. На этом, друзья, мы закончили с рубрикой «Акцентология», а сегодня мы с вами разговаривали про «Титаник». И помните, последние 20 минут на «Титанике» уборщица, ну, прям замучилась вытирать пол. Это была программа «Новый день». Ее ведущий Евгений Зимник, Иван Камельков. Мы с вами прощаемся. Далее – «Гороскоп». Гороскоп на 19 декабря. Повень. Мозговой штурм или семейный совет могут быть очень актуальными, но часть времени оставьте для занятий и увлечений в уединении. Телец. Вы можете оставаться в тихой гавани, углубившись в работу без лишней суеты и спешки. Нужная информация или люди найдут вас сами. Близнецы. Тщательно проверяйте бумаги, которые подписываете, особенно если вам незаметно пытаются навесить новые обязанности или поручения. Рак. Ваше воображение будет помогать или мешать вам в зависимости от того, чем вы собираетесь заняться. Не планируйте много монотонной работы. Лев. Хорошо наполнять этот день контактами, но желательно недлительными, чтобы была возможность переключиться еще на что-то интересное. Дева. День может оказаться плодотворным, если посвятить его поиску информации и решению сложной интеллектуальной задачи. Весы. В делах все может сложиться лучше, чем ожидается. Будьте внимательны в ситуациях, где ставки высоки. Скорпион. Занимайтесь самой срочной работой и постарайтесь оградить себя от новостей, которые вас отвлекают. Стрелец. Вы будете очаровательны и изящны. Это подходящее время, чтобы подать заявку на повышение. Козерог. В этот день у вас появится возможность подняться по карьерной лестнице, но нужно быть максимально внимательными. Водолей. Если вы сам себе хозяин, это благоприятный момент, чтобы серьезно оценить трудности и несбывшиеся мечты. Рыбы. Тема коллективов, друзей, неформальных групп получит новый виток. Если вы томились по чему-то неожиданному, готовьтесь к сюрпризам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова